Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Очень хорошее разговоры! Спасибо! Транссибирская магистраль – самая длинная железная дорога в мире. И популярная достопримечательность, обязательная в любом путеводителе по России. Проехать по Транссибу с остановками в городах и деревнях большой страны. Об этом мечтают любители приключений по всему миру. При этом на родине Транссиб мало кто воспринимает как туристический аттракцион. Ведущие с миру по нитке исправят эту несправедливость. Вика и Люда проделают путь в 9288 километров. Из Владивостока в Москву сойдут на самых интересных станциях. И, как всегда, попробуют получить максимум впечатлений с минимальным бюджетом. Первая остановка – Владивосток, позади. Теперь путь лежит в Преамурье, город Благовещенск. Нам повезло – достался новый вагон. Далеко не все поезда, что ходят по Транссибу, выглядят так – чистые, свежие, с электронными табло и биотуалетами. Наверняка нам еще придется почувствовать разницу. Чем кормят в поезде? Какой паек полагается на сутки? Йогурт, батончик с мюсли, кекс и гречка с мясом. Одинокий кусочек мяса. Пахнет вкусно. Ты давно хотела съесть на диету? Нет, даже не хотела. Морской пейзаж за окном сменяется бескрайней тайгой. Этот участок железной дороги называется Амурским, в честь могучей реки, вдоль которой и тянутся рельсы. Проложить их здесь решились не сразу. Транссиб строила вся Россия. Рабочие прибывали со всех губерний. В первые пять лет с 1891 по 1896 прокладывали до 700 километров пути ежегодно. Таких темпов не знали нигде в мире. Со стороны Владивостока дорога уверенно продвигалась к Хабаровску. А с запада, от Челябинска, рельсы вплотную подошли к Байкалу. Но белым пятном оставался Амурский участок магистрали. Но инженеры не знали, как подступиться к диким местам. Бездорожье, без люди, непроходимый лес и болото. Правительство решило дешевле от Забайкалья до Владивостока проложить пути через соседнюю Манжурию. Китайско-восточную железную дорогу закончили в 1901. Но политика внесла свои коррективы. Вооруженное восстание в Китае, война с Японией, поражение из-за которого часть дороги перешла японцам. Стало очевидно – Транссибирская магистраль должна быть российской. Амурскому участку – быть. Поезд прибывает в городок Белогорск. Отсюда до Благовещенска чуть больше ста километров. Рельсы нарочно проложили поодаль от реки Амур, чтобы обезопасить железную дорогу от паводков. Благовещенск между двух рек – Амуром и Зеей. Первые поселенцы прибыли сюда в середине 19 века. Город-речной порт быстро вырос на золото добычи и торговли. О славном прошлом сегодня напоминают купеческие особняки вдоль Амура. Они, как почтенные дамы, с недоумением глядят на выскочек. Небоскребы на той стороне реки. Тот берег – китайский. До него всего 800 метров. Итак, чем займемся? Погуляем по городу и узнаем, чем богата дальневосточная тайга. Отправимся в саму тайгу, в поход, и увидим пьяный лес. Прокатимся на воздушном мотоцикле и полюбуемся амурским простором с неба. Попробуем суп-самовар, займемся китайской зарядкой и выясним, почему благовещенцы так любят ездить в Хэйхэ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за секретное место, куда ты меня ведешь? Все будет хорошо, не волнуйся. Какая-то подворотня. Это не подворотня, это жилой дом, между прочим. Хостел находится в обычной квартире. Никаких вывесок, главное, как вообще искать людям? Это только для знающих людей. Запомните, железная дверь, вот, вторая справа. Ага, у него? Они сказали, заходите без стука. А куда без стука заходить? Вот 66, мы же на двери 66 набирали, на домофоне. Это означает, что 66-я квартира. Ага, действительно, как будто домой зашли. Здравствуйте. Домой заходим. Владимир, здрасте, стоим какая. У вас не вывески, только, знаешь, люди доходят. Да? Да, понятно. Все хорошо так, чистенько, все светло. Все новое. Мы много хостелов видели по всему миру. Оказывается, это единственный хостел в Благовещенске. Туристы из соседнего Китая предпочитают более солидные гостиницы. А другие путешественники, в общем, в Преамуре редко их заносят. Жизнь в Благовещенске вертится вокруг набережной. Амур – это место свиданий, прогулок, занятий спортом. В общем, центр притяжения. Кстати, река названа так вовсе не в честь античного бога любви. На тунгусском наречии Амур означает «большая река». Амур, как звучит, а? Это у нас, кстати, Амур, а у китайцев Хэйлунзян. Кстати, как переводится? А я знаю «река черного дракона». По легенде, когда-то давно в этих местах черный дракон сразился с белым, победил его и остался жить в этих водах. То есть, подожди минуточку, у китайцев, получается, зло побеждает добро? Нет, у них черный дракон – это олицетворение сил добра. А белый, он плохой как раз. Он тут лодки топил в Амуре, рыбакам мешал. Все наоборот у этих китайцев. Жители Благовещенска очень гордятся своим променадом. Ты заметила? И даже с каким-то высокомерием говорят о набережных того же Владивостока или Хабаровска. Ну, мне кажется, есть чем гордиться. Ты посмотри, какие просторы. И это ведь она еще не достроена. Там вот впереди работы продолжаются. Проект «Золотая миля». На намывной территории хотят построить туристско-рекреационную зону. Отель, конгресс-центр, крытый каток, спа. Город мастеров в духе русской старины. Расчет на китайских туристов. А заодно наш ответ соседнему Хэйхэ. Там идет похожая стройка. Благовещенск вообще негласно соревнуется со своим визави. Здесь шутят даже, что и набережную-то отремонтировали. Главным образом для того, чтобы с китайского берега город выглядел привлекательней. Бронзовый Ильич на главной площади Благовещенска указывает путь, нет, не к коммунизму, на городскую ярмарку. Под сенью памятника каждый выходной собираются фермеры со всей области. Самое место для знакомства с дарами амурской природы. А что это за ягодки вот такие, не скажете? Это бургар. Впервые в жизни. В свежем виде его вижу. Все время сушеным только. Что с ними делать-то надо? Вы это так вот чистите, да? Горячие орешки. Ты что, никогда шишку не чистила, Люся? Нет, никогда в жизни, конечно. Я же на юге росла. Пожалуйста, встреча юга и севера. Откуда у вас клюква? Это местная? Это местная Ромненский район. Ты клюкву ела тогда? Дикая, южная девочка. Клюкву я ела. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Королева целебных растений. Амела белая-белая. Вот она насасывается сока с дерева, и за счет этого сока существует дима. Чайная особа. Чайную ложку. Она давление. Оба давления. Оба давления. Высокое и низкое приводит к норме. И высокое и низкое приводит к норме. Да. Давай, что же нам подберем? За счет. Спирт еще лучше. Душа. СМЕХ А что-нибудь для молодости, для красоты есть? Для красоты, девочки, вам надо знать, что маточное молочко. Маточное молочко. Оно у вас есть? Да. Нет у меня. Учелы сдохли у меня. Сыр, козий сыр. Вы пробовали наш сырчик? Нет. Можно попробовать? Да я могу угостить москвичей за радостью. А если не москвич, то не угощаете? Угощают. Каждого третьего точно угощают. Вообще, козы – это жизнерадостные творюшки. Они бегают по сопкам и радостно заряжают. А сыр – это концентрат. Это любви, радости. Несмотря на такое изобилие даров природы, в Благовещенске не найти кафе с местной кухней. Сплошь китайская еда. Ну что ж, пойдем в хостел, будем есть там козий сыр и кедровые орешки. В Преамурье полно возможностей для активного отдыха. Спортивная рыбалка, сплавы на байдарках, треки. А область сплошь покрыта лесами. Мы решили отправиться в поход. Вот, мы приехали на то самое место, про которое я вам говорил. Значит, мы это место называем «Москвитинский оползень». Ух ты! Значит, здесь где-то в 86-88 году произошло природное явление, достаточно грозное. Прервалась в результате этого явления дорога, соединяющая Благовещенск и Свободный. Произошел вот обвал дороги где-то метров 15, тишиной где-то около 20 метров. Местные жители выдвигают самые невероятные теории о произошедшем. От секретных военных экспериментов до падения метеорита. Меж тем, место стало популярным как у искателей приключений, так и у любителей романтики. Одних манит возможность полазить по оврагу, других – вид на слияние двух рек – Амура и Зейль. Ну, о популярности говорит, конечно, вот окружающая среда, вот эта вот помойка, свалка. Я знаете, что думаю по поводу этой свалки? Народ просто прикинул и думал, это враг, значит, его же все равно надо засыпать. Засыпем коммунистом или что? Ради благового дела, вы считаете? Люська, пьяный лес начинается. Пьяный лес – это вот он? Да. Представляете? Гравитационная аномалия какая-то. Деревья растут по диагонали. Он здесь только начинает, и сейчас мы дойдем до места, где это будет более характерно. Так и что же, почему это так случилось? Вы думаете, из-за уповни, да? Нет, конечно. Съехал верхний слой земли. Легенда происхождения реки Зея. Следующая, значит, когда-то давно жил старик, звали его Становой Хребет. Значит, у него была дочь, звали дочь Токуринга. Она полюбила юношу, которого звали Сактахан. Это тоже такой хребет сейчас есть. Но старик не хотел отдавать, не одобрял этот союз. И они тогда решили от него сбежать. И побежали. А он такой, ну, добрый старичок, он бросил ему в догонку нож. Ага. И он упал между ними. Так. Понимаете? Получилась Токуринга и Сактахана между ними Зея. А, нож превратился в реку, да? В реку, да. И, значит, чтобы они никогда не соединились. Ага. Поэтому Зея это лезвие в переводе. Да, да, да. Кстати, пойдете в поход, захватите с собой бутерброды. В лесу вы проведете весь день. И здесь вам не Таиланд. Благовещенские турфирмы обедом не кормят. Во время оползня на дне оврага образовалось два озера. Вот это с зеленоватой водой. В народе прозвали живое. А это темное, мутное, мертвое. Аленушка! Честно говоря, в самом Благовещенские развлечения не много. Поэтому мы снова отправляемся за его пределы. Сегодня полетаем. Виктор, а где это делают такие аппараты летательные? Это было в Москве. Это мы делали здесь у себя дома в Благовещенске. Сами, что ли, собираетесь? Да. А двигатель откуда, от чего? Это японский автомобильный фонд. Вир, Луганский, Украина. А редуктор вот это в Белоруссии делает? С миру по нитке, видите? С миру по нитке. С миру по нитке. План – это без шасси. А этот аппарат посерьезней. За мощность и скорость его даже называют воздушным мотоциклом. А какие сложности в управлении вообще дельталетом? Ну, только в жесткую погоду, когда охладный воздух, все просмешивается и получается. Воздушный мотоцикл. И что тогда нужно делать? Ну, если боже, куда деваться? Летить надо. Просто там вот это, самые страшные вот эти проводы, грозовые вот эти вот шквалы, которые неожиданно налетают. Аэроград при Амуре – прежде всего летная школа. Местные пилоты – опытные инструкторы. И в перерывах между занятиями они проводят экскурсионные полеты для туристов. Опции две – дельталет и небольшой самолет Cessna. Пилота за глаза, за горло не хватать. Вот это во-первых. Значит, до полной остановки двигателя на стоянке ремень каску не расстегивать, не снимать. А что, бывают случаи, что пассажиры настолько паникуют, что хватаются за вас? Не паникуют от радости, в эйфории. Некогда даже ноги забрасывают на плечи пилота. Да вы что? Женщины. Старики идут на самолеты, а молодняк – на дельтаплан. Ага. Добавлюсь коня, позвольте мне. Ну что ты меня так готовишь, как будто я на этом реактивном самолете собираюсь сейчас летать? Я стараюсь, что боюсь. Даже кабинки. Так страшно, что ли? Даже кабинки. Ирина, куда летим-то? Полетим на город. Бог даст, долетим, да? Там такое Чигиренское водохранилище у нас есть. Ага. А потом полетим в аэропорт. Ого! И ноги пристегиваешь? А ноги-то зачем пристегиваешь? Я никуда не убегу, честное слово. Как-то неуютно себя чувствуешь, когда тебя привязали плотно-плотно к сиденью. Говорит, чтоб не двигалось. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш, родимый дом. Пока, Вика. 19.07. Запуск. Отвента! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Слушайте, я поняла, нужно к вам посылать людей, которые боятся летать на самолетах, сразу весь страх пропадает. Ты же в спокойной обстановке все сделаешь, я тебе объясняю, ты слушаешься. Слушайте, я к вам приеду учиться, ей-богу. Можно? Возьмете? Восторг полный! Сейчас пойду Люську дразнить. Ура! Отлично, мне очень понравилось. Правда, это как воздушный мотоцикл, хорошее сравнение. Ты так скользишь, ну как на мотоцикле, только по воздуху. Совсем не укачивает, в отличие от параплана, к примеру. Нет, мне не было страшно, было очень красиво. Между Благовещенском и Хэйхэ действует безвизовый режим. Неудивительно, что любимый вид отдыха жителей обоих городов съездить на денек-другой к соседям. Паром идет всего до 10 минут, но пару часов придется привезти в очередях. Сначала за билетом, потом на таможне. Почему-то так только на российской стороне, а вот у китайцев все быстро. В 90-е годы Благовещенск в шутку называли «адидасник». Из Китая через этот город в Россию возили тонны спортивных костюмов и прочего контрафактного шматья. Эпоха челноков до сих пор не канула в лету. Каждый день предприимчивые благовещенцы мотаются за товаром. Впрочем, сейчас уже меньше. Кризис. Сюда. Так. Да, денежка нет. Да, ай. Так. Еще в 90-е годы Хэйхэ был небольшой деревушкой с постройками не выше двух этажей. А сейчас это современный мегаполис, где живут более полутора миллионов. Город вырос во многом за счет туристического потока из России. Благодарные китайцы время от времени устанавливают здесь памятники дружбы двух народов. Как, например, эта аллея матрешек. Есть в Хэйхэ и другие символы теплых отношений. В самом центре ресторан «Путин». На главной пешеходной улице бронзовый Пушкин. А все вывозки упорно пытаются перевезти на русских. Хотя славянских лиц на улицах города все меньше. Если, допустим, еще в году 2009 за день могло сюда приехать 2000 человек. А сейчас за день, бывает, в лучшем случае выйдет сотня. Ну, может быть, больше, две сотни, это так. Уменьшение потока русских туристов просилило два этапа. Первый этап был в апреле 2009 года. Тогда вышли новые таможенные правила и, в общем, сильно закрутили гайки челнока. Ну и второй этап – это вот буквально с кризисом. Когда рубль упал, соответственно, курс юаня повысился. «То есть в основном это шоппинг, да?» «Ну да, здесь больше нечем заниматься, в принципе, кроме как покупки». «А что покупают? Зачем купить?» «Все, все, одежду». «Все, неправда, все». «Это у него здесь все и происходит?» «Ну да, центральная торговая улица». Наш проводник родом из Благовещенска. Китайский выучил там, на Инязе. А семь лет назад перебрался на эту сторону реки. Хэйхэ манил возможностями для бизнеса. Игорь – посредник между китайскими поставщиками и российскими интернет-магазинами. Главная торговая улица – это место, где можно купить все. От кастрюль до трусов. От телевизоров до аквариумных рыбок. Местные продавцы очень радуются при виде нас и тут же вспоминают русские слова. От ароматов голова идет кругом. Лотки с уличной едой здесь практически друг на друге. Гигантские печеные бататы и каштаны. Какие-то жареные птенцы, похожие на воробьев. Морские гады, вездесущие куры, гриль. Не будем перебивать аппетит. Нас ждет обед в кафе-самоваре. Так прозвали эти заведения русские туристы. «Сначала нужно определить, в каком бульоне ты это будешь варить. Какие варианты?» Бульон просто обычный, такой нейтральный. С куриным вкусом, грибным вкусом, с водорослями, с квашеной капустой. И когда закипит, берете что надо, кладете палочку вот сюда в стаканчик. Потом по палочкам считают. Кровь. Кровь не надо. Тофу замороженный, кальмары, кольца, курица. Мальки каракатицы. Очень вкусно. Морская капуста, тофу. За приправами. Основа кунжутная паста. Ее кладут побольше, а потом все остальное по чуть-чуть. Из этого острое, прям острое. Прям острое. Вот это вот с перцем такая вещь. Вон этот перец чили нарезанный. А вот это густая странная паста. Это чесночная паста, просто толченый чеснок с водой размешанный. Да, вот чуть-чуть можно его добавить. Честно говоря, это вкуснее, чем это выглядит. Потому что выглядит это замороженное, как у фабриката не очень аппетитно. Когда она сварена в бульоне, это очень вкусно. Пробую тоже, что я тут не взяла в этой пастике. Пока она на вход в итоге получилась. Слушай, Игорь, на нас так смотрят, я обратила внимание. Прям упор. Это вообще... Как воспринимать это? Обидеться мне нужно или это наоборот комплимент? Да, зачем обижаться. Европейская внешность вообще красивая по умолчанию. А среди китаянок кто считается красивой? В последнее время под влиянием, наверное, массовой культуры красивой считается такая детская смазливая такая внешность. Причем даже не только у девушек. Это такая нехорошая, на мой взгляд, тенденция даже у молодых парней. Анимешность такая, чтобы назвали бы. Большие такие глаза, огромные ресницы. Два с половиной и три долларов. Чуть меньше трех долларов получается. Еле, 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 еле. Вот. С наступлением темноты Хэй Хэ хоть и весь светится, но совсем не похож на мегаполис. На улицах никого. Магазин и кафе закрыты. Зато на площадях полно народа. Какая спортивная нация. Кто не против? Можно, наверное, присоединиться. Какой странный танец. Что это? Мне кажется, это гимнастика. Это вечерняя зарядка. Я так это понимаю. В общем, полезно в двух случаях. Мне сразу тепло стало. Не могу понять, что делать. Они же на китайском говорят, а я не могу понять. Они явно все здесь не первый раз. Все знают, что им делать. Но ночных клубов-то в Хэй Хэй нет, как нам рассказали. Вот так народ развлекается вечерами. Танцевая площадь. Чтобы вот это танцевать никто не будет. Эй, ребята, куда вы идете? Только музыка классная началась. Туда? Музыка, давай, у нас паров. Ну а нам пора ехать дальше. Посчитаем-ка расходы за пять дней. Мы прибыли из Владивостока на фирменном поезде. Билет стоил 70 долларов. Еще четыре маршрутка до Благовещенска. Паром в Хэй Хэй и обратно 22 с половиной долларов. Постел обошелся в 7 долларов в сутки. Мы заплатили за поход в Тайгу с гидом и за воздушные экскурсии на дельталете и на самолете. На еду мы тратили в среднем 15 долларов в день. Итого примерно 267 долларов каждая из нас потратила за пять дней в Преамурье. Или где-то 54 доллара в день. Как удачно мы с тобой наушники в Китае отхватили, правда? Да, Вика, чтоб тур сложился, не зря съездили в Хэй Хэй. Сарказм? Нет, что ты. Смотри, впереди холода еще, мне спасибо скажешь. Ну да, ты же мне надоумила. Я бы сама никогда такое не купила. Мужик, отстань. Мужик, отстань. Мужик, отстань. Очень много, кстати. Эту сутки. Продолжение следует.